Изменены сроки сдачи в эксплуатацию 34-х иловайских новостроек. По целому ряду причин завершить строительство домов к 20 ноября оказалось невозможно. Погодные условия повлияли. Повлияла заминка с поставкой материала, то есть недопоставили некоторые материалы, которые необходимы были на кровлю. В частности, жесть, задержали на границе жесть, поэтому жестяные работы проводились с опозданием. Ну и, конечно, тот факт, что была задержка, сыграл человеческий фактор, была задержка по зарплате, которая на данный момент, можно сказать, на 80-90% уже ликвидирована. То есть люди запереживали о том, что не платят зарплату, посчитали, что это какой-то обман и махинация. Но эта проблема уже решена, все 34 дома уже остеклены, за что мы очень переживали, потому как ни для кого не секрет, в республике большая проблема со стеклом, и мы переживали, что стекла мы можем получить не вовремя. Но, тем не менее, мы стекла получили вовремя, на все 34 дома. Окна поставили, уже завезли двери входные. То есть мы можем смело, уже не боясь погоды, переходить на внутренние работы и заканчивать дом в кратчайшие сроки. В переулке Островского работает семейный подряд. Сергей Липатников, строитель с 20-летним стажем, вместе с отцом и зятем, строят дом для семьи Полянских, которая лишилась крова 21 августа 2014 года. Два снаряда «Града» и нет ни крыши над головой, ни родных стен. Бригаде строителей из Донецка нужна еще неделя для завершения наружных работ, после чего можно приступать к внутренней отделке нового дома. На улице Комова и в переулке Челюскина работают строительные бригады из Амросиевки. Сейчас мы забиваем зонтики, укрепляя пенопласт. Затем будем набивать сетку и шпаклевать. После шпаклевки будет штукатурка. Ну это через несколько дней. Все зависит от погоды и от поставок. Александр Савин доволен своей работой. Говорит, будет хороший, теплый дом. Теплый должен быть дом. 43 квадрата его площадь для двух человек. Должен быть очень теплым, потому что одного пенопласта утепление 150 миллиметров. Это достаточно для теплоизоляции очень хорошо. В соседнем переулке строители ждут подвоза стройматериалов, а пока делают разметку под перегородки внутренних помещений. Потолок и стены для начала за счет гипсокартоном, а пол в новых домах будет трехслойный – из пенопласта, бетонной стяжки и линолеума. Грунтовка, шпаклевка, гипсокартон. Все это уже лежит у нас. Остальные материалы проплачены. И просто в связи с тем, что их негде хранить, они находятся у поставщика. Но они проплачены, и с их доставкой проблемы не будут. 34 дома, которые сейчас строятся в городе железнодорожников, находятся в разной степени готовности. Глава администрации Иловайска оценивает процент выполненных работ на строительных объектах от 60 до 80. Но в том, что к концу года все дома будут достроены, Сергей Муковнин не сомневается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова